Все дятлы нашей страны принадлежат к одному семейству, дятлообразной. Всего же в отряде почти 400 видов. Сюда входят различные тропические птицы, например, причудливые туканы, медоукальщики и многие другие. Наши дятлы достаточно узнаваемы, благодаря некоторым особенностям. Так у дятлов два пальца направлены вперед, два назад, за исключением трехпалов. Хвост составляет жесткие перья, которые служат опорой при лазании по дереву. Клюв у дятлов очень мощный. Кроме того, дятла обладают очень длинным языком, который легко достает вкусных личинок из древесины. Среди всех наших дятлов один бит особенно выделяется. Это птица с блесчащими черными оперениями, размером почти с ворону. Самец носит на голове красную шапочку, самка берет. Красное пятно у нее лишь на затылке. Такая окраска дала эта птица оригинальное народное название – кондуктор. А зовут эту птицу – желна или черный дятел. Он населяет всю лесную зону Евразии. Крупный дупло со входом 10 на 12 см, а то и больше. А глубиной до 60 см – это работа черного дятла. Конечно, такие завидные жилища не будут пустовать. Их охотно заселяют крупные совы или другие птицы. Питаются черные дятлы в основном древесными насекомыми, взрослыми и личинками. Часто устраивают апокалипсис в муравейниках. Если вдруг найдут гнездо другой птицы с птенцами, могут съесть. Яйца белого цвета откладываются в дупло без подстилки прямо на древесную стружку. В кладке обычно 3-6 яиц. Насиживание, в отличие от большинства других дятлов, начинается не с последнего, а с первого или второго яйца. По этой причине птенцы появляются асинхронно в течение нескольких дней и заметно отличаются размерами. Длительность насиживания 12-14 дней. Потомство выкармливают оба родителя, приносят им крупные комки корма, почти полностью состоящие из муравьев или их куколок. Птенцы сидят в гнезде довольно долго, до месяца. Покинув его, расселяются порой очень далеко от родных мест, на многие километры. Почти все наши дятлы – оседлые птицы, то есть зимующие. Продолжительность жизни черного дятла составляет до 7 лет. Всем спасибо за внимание.